СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Вот на такой позитивной и радостной ноте мы сегодня собираемся поговорить про фестиваль «Дружба народов вместе» «Вятка-2016». И о параде «Дружба народов», который состоится практически уже через две недели, чуть больше, в понедельник, 13 июня состоится. Давайте представлять наших гостей. Ну, сегодня у нас присутствуют, скажем, наши постоянные, ну или почти постоянные гости, когда мы разговариваем о праздниках и о межнациональных, межконфессиональных мероприятиях. Наш уважаемый Ильинур Гусейнов, президент благотворительного фонда «Азербайджан» и председатель комиссии «Это надо говорить по вопросам гражданского общества?» Ну, сказали уже, что, да, продолжить, да. Ну, общественная палата Кировской области, вот. И Вячеслав Тихонов, президент культурного фонда «Яркий город». Ну, на самом деле, нужно было начать с дамы. Это я тебе хотел предоставить, чтобы ты по-особенному сегодня. Раз у нас сегодня передача, в том числе и настроение, так что давай, Володя, и... Да, Алла Новикова у нас в очередной раз в гостях, руководитель еврейской общины города Кирова. Добрый день, Алла Новикова. Здравствуйте. Которая перед этим нам пообещала... Угостить. Угостить. Чем-либо. Мы специально национальном услышании говорим, чтобы Алла Остина не могла уже отступить. А вот хочу сразу просить... Отступаю. На следующую передачу приглашайте, я иду с фершмаком. Отлично. Честное слово. Все, конечно. Все слышали. Вы всех приглашаете? Всех, кто участвовал в передаче за фершмак, будет. А вы уточнили все-таки, да? Конечно, конечно. Но сразу хочу спросить, Алла Осиповна, будет представлена на этом празднике как-то кухня? Кухня будет представлена, но поскольку жара на улице, фершмака не будет, сразу говорю, но будут национальные блюда. Маца, выпечка, в основном выпечка, потому что погода не позволит нам как-то развернуться. Ну, вы участники парада. Конечно. А Борис Семенович будет? Мы постоянные, да, Борис Семенович будет, мы постоянные участники парада. Борис Семенович тоже, в том числе, был на первом параде, на самом деле есть такая фотография. Давайте про Бориса Семеновича что-то поясним, сейчас слушатели гадают, кого мы имеем в виду. Борис Семенович Фабишенко, вот он, так сказать, расчехлился, да, сверно. Да, да, да. Ну, давайте уже поподробнее, в какой стадии сейчас находится подготовка? Ну, собственно, ну, почти все готово, как говорится, там, да, остались некие технические моменты, там, подписание договоров, согласование, там, последнее, с представителями муниципальных, там, областных властей. В целом, программа, которая у нас заявлена, там, да, она следующая. То есть в 10 утра на перекрестке улиц Московской и Володарского выстраивается, значит, шествие. Шествие начинает в 10 утра выстраиваться под руководством руководителей национальных диаспор, общин, автономии. И, собственно, мы ожидаем, что у нас будет традиционно во главе парада всадник. В черкесский нарушение. Я знаю, кто это будет. А почему только один всадник? Возможно, не один, то есть у нас есть предложение. В прошлом году 4. То есть вчера вот мы обсуждали, на оргкомедите предложили даже отряд всадник. Уже, да. Да, вот. Не исключено, как говорится. Вопрос сейчас все согласований, чтобы все было комфортно и зрителям, и участникам, и безопасно. Это самое главное, как вы сами понимаете. Вот, собственно, в 10.30 ориентировочно, там, где-то мы должны уже все выстроиться. И, так сказать, под торжественные мотивы гимнов национальных республик и государств дружественных в нашем. Это все будет живое выступление, да? То есть с музыкальными инструментами? Гимнов или как? Нет, гимнов. Или вот музыкальное сопровождение, танцы, там... Это уже танцы и следующие. То есть мы двигаемся колонной, шествием к Александровскому саду. И там, по задумке наших режиссеров, спасибо. В этом году он нам, так сказать, культурную, креативную, творческую поддержку оказывает управление культурой администрации города Кирова. У нас работает целый режиссер и помощник режиссера. И расходы берет на себя управленный культурой. Нет, у нас для этого есть средства гранта президента Российской Федерации, слава богу. Поэтому мы, так сказать, не нагружаем местный муниципальный бюджет. И это тоже наш социальный вклад в развитие города. Развитие не нагружают. Не ставят их стыд. Вы с журналистами по аккуратнее. Они очень чувствительны к словам. Ну вот, значит, по задумке наших режиссеров, там состоится церемония, красивая церемония, открытие фестиваля. И, ну, я думаю, что нет смысла тут рассказывать эти детали. Надо это видеть. Меня вот интересует один вопрос. Да. Сразу спрашиваю. В прошлом году вы докладывали, сколько тонн риса вы, значит, приготовили для того, чтобы были кушания. А вот в этом году больше риса вы приготовили или меньше? Тут, знаете, мы сейчас ведем переговоры с нашим партнером, посмотрим, как это все. Но, опять же, количество торговых мест, которые будут торговать рисом, в этом будет больше году. Пловом вы имеете в виду. Да, конечно. Пловом, плов. Да, да. Пловом с другими блюдами, значит, их будет больше. Кроме этого добавляется аллея чая. Поэтому, так сказать, поэтому мы тут удивим не только пловом, но и разными другими вариантами. И вот Алла Иосифовна не даст нам всем погибнуть от голона. Алла Иосифовна уже сказала, что будет масса. Еврейские плюшки будут. Да. А вот про чай-то вы так сказали. Я большой любитель чая. Думаю, что много любителей в Кировской области чая. Это означает аллея чая. Это означает, будет у нас чай по-азербайджански, чай по-таджикски, по-узбекски, по-казахски, по-еврейски. Не знаю, есть своя традиция чая или нет. К сожалению, извините, что не знаю. Я тоже. Вот. То есть аллея предполагает вот так же, как в прошлом году были традиции плова. Помните, мы как бы... Мы к этому стремимся. Да. То есть в прошлом году мы говорили, что плов там по-азербайджански, по-узбекски, по-таджикски, по-казахски. Там у каждого ведь свои традиции плова, несмотря ни на что. И вот по чаю точно такие же традиции существуют. И, ну, это более тонкий момент, я имею в виду чая там, да, мы привлекли местные производители чая. И действительно, каждая диаспора, каждая национальная автономия или община, они для себя сами решают, будет чай или нет. Я думаю, что азербайджанский будет. Ну, наверное, не производители чая, а те, кто реализует чай. Нет, у нас есть заготовители чая в Киргизской области. Заготовители чая, да. А, вы имеете в виду традиционные наши травмы растения. Это чай по-русски. Это тоже один из них. Да, да, да. Я понимаю, что Эль-Нур организует, потому что, ну, неотъемлемая часть чайной церемонии Азербайджана – это вот армуды и стакан. Ну, не бермуды, а армуды, прошу, значит, всех. Что это? Армуды и стакан – это вот стаканчик с приталинами, значит, вот притальный стакан. Кто-то говорит, там, девушку изображает, кто-то говорит, значит, ну, у кого что в голову. Приходит. Вот, я думаю, что азербайджанский чай – это неотъемлемая часть церемонии, но еще и азербайджанский чай имеет, там, свои оттенки, там, махмари, там, и так далее, и так далее, вот, с своими выпечками. Что-то точно все подчеркивает, конечно. Ну, я же азербайджанец, в конце концов. Там не только там азербайджанский будет, естественно, у нас уже на чайной аллее заявились, будет узбекский чай. По традициям народа в Узбеке. Да, тоже великолепный чай, да. Будет также русский чай, кроме чая, там будет азербайджанский чай, по нашим традициям, с салатами, со всеми, в том числе мы еще в этом году будем, организовали такую аллею, скажем, для випперсон, это для первых лиц, там тоже все будет переставлено на высоком уровне. Азербайджанский чай, там чай, разные виды чая, способы заваривания чая. А вы не боитесь, что випперсона придет в это место для, как бы, и больше ничего не посмотрит, потому что он тут сядет, будет один чай попробует, вкусный второй чай, и все время кончится. Нет, не боитесь. Это же фестиваль дружбы народов, то есть наша цель взяла так, чтобы всем было хорошо. Понятно. И випперсонам тоже. Да, Ильинур сейчас сказал, русский чай, я поймал себе на мысли, что нет ведь русского чая. Ну как нет, ну что вы? Бан-чай. Вы смотрите, да, там журналисты. Сидит русский, понимаешь, да, а сам себе на пятки наступает. Не только там чай. Нет, в современном понимании мы же... Так как, русская традиция чаепития, она существовала? Конечно. Всегда. Раньше еще заваривали корни дерев, там, определенные. Нет, нет, традиционный чай не растет в нашей стране. Ну как Иван, чай куда делся? А как, да что вы, о чем вы? А, значит, эти... Лис, смородины, там, я не знаю, массоварианты. Красный клевер. Нет, я понимаю, мята, не лиса, зверовое и так далее. Это русский чай. Это есть, кстати, там... Владимир, да. Я хочу сказать, не только... Ай-яй-яй. Проклятье, я, конечно, наполовину татарин, но и как бы у меня... Вторая это половина русская. Можно ведь переиначить слова Путина, да? Потрешь татарина, найдешь там русского или потрешь русского. Да, найдешь татарина. Вот, я хочу еще добавить, там не только будет чай, безалкогольные напитки тоже будут. Это национальные напитки, в том числе, там, у нас будут национальные напитки, там, безалкогольные, молочные напитки. В том числе, возможно, и вязкий квас будет, не исключается, тоже безалкогольные напитки. Ну, бывает, да, великолепные напитки. А вот будет шербент? Шербент, ну, это очень тяжело делать. Надо его все сутки, сами понимаете, надо делать. Понимаете, спрашиваю. Вот, постараемся, постараемся, может быть, сделаем. Я уже переговоры веду с нашими, там, общепитом, которые в азербайджанской кухне занимаются. Которые могут это приготовить? Ну, это, шербет, это очень, скажем, немножко тяжелый случай, как приготовление самого шербета, там, на целые сутки, чтобы там рядом находились люди, наши прекрасные женщины, готовили это. Ну, надеемся, будет. Будет, ну, сладости будет, шокер-мура, пахлова. Хочется познакомить наших жителей со всем многообразием, вот, как бы, национальной культуры, в том числе. Ну, в этом году мы, конечно, упор делаем на культурном мероприятии. Скажем, из Баку у нас переедет из Азербайджана, приглашенные гости, танцевальная группа. А также переедет у нас азербайджанский богатырь Амир. Вот, всемирноизвестный. Его даже, по-моему, в книге Гиннеса записывали, когда он еще голова, с волосами тело состав в вагонах тянул. Он мне предлагал, я говорю, готов, он говорит, готов. Он на волосах Кирове, у нас на Александровне невозможно туда вагонах загнать. То есть, сначала дорогу надо сделать, понимаете, железную. Не, можем фуру сделать, давайте фуру потянем. Фуру поставим. Так, я просто думаю, что там нам пока... Не разрешат. Не то, что не разрешат, там негде. У нас пионерский проезд, и так там все будет занято. Мы можем часть пионерского проезда перекрыть, фуру поставить. Ну, подумаем. Я думаю, он переедет сюда числа, наверное, 7-го. Вы спросите, до 9-го. Мы можем его на 1-й трассу тащить. Волосами фуру, да? Он готов, зубами даже тянует. Он мне предложил, говорит, я могу, если надо будет, волосами тело. Опять состав вагонов организуйте. Я говорю, слушай, там у нас нет вагонного. Далековато. Далековато. Ну, тем не менее, массовое такое мероприятие пройдет у нас. Я надеюсь, что в этом году еще ярче будет. Каждый год, сами знаете, мы стараемся. Наш фестивал делается еще ярче, еще дружнее. Третий год, я напомню. Ну, не случайно у нас есть председатель фонда «Яркий город». И самое главное для нас в этом году большой подарок будет. Этот подарок – открытие Дома дружбы народов. Помните, еще в первом фестивале Никита Юрьевич, губернатор Кировского область, обещал о создании вот в этом году, буквально 13-го числа, наверное, опять же. Ну, это такие колоссальные возможности. Благодаря ему, в том числе всем нам, всем диаспорам, всем жителям города Кирова, слушали наши, скажем, чиновники нас и о необходимости данного Дома дружбы народов, подчеркнули для себя. И вот благодаря первому параду, первому фестивалю, вот уже в третьем фестивале у нас будет Дом дружбы народов. То есть, подождите, я правильно понимаю, 13-го числа будет объявлено? Будет объявлено и открытие. Этот вопрос у нас уже вокруг, да, около, ходит с 2010-го или 2011-го года, там еще мы обсуждали этот вопрос как раз на Эхо Москвы, на программе первого гражданского, то есть со второго гражданского форума. Этот вопрос я поднимал, поднимал периодически, и как раз благодаря сплоченности, массовость вот этих мероприятий, которые мы совместно проводим. Благодаря вот сплоченности всех вот диаспор, да, и еврейской, и вот... Самое главное, активность здесь Тихонова, хочу подчеркнуть, что вот главное, чтобы он заявил, президентский грант, мы уже средства свои не вкладывали, ежегодно мы свои средства вкладывали, а тут уже получается, что мы на президентский грант проводим такое массовое мероприятие Кировской области. Ну и еще, опять же, добавлю, что благодаря поддержке администрации города Кирова, на базе ДК Металлургов, Дружба народов. Да, да. И в этот день там тоже будет что-то проходить? Там будет формальная часть открытия как таковой, все равно в этот день главное мероприятие... Ну хорошо, да. На следующей неделе мы, естественно, на следующей неделе этот вопрос будем обсуждать с данным КБУ Министерства, скажем, по внутренней информационной политике Кировской области, потому что это направление они будут курировать. У нас в понедельник уже назначена встреча, и мы будем тоже договариваться, о чем, как это все сделать. Все равно основная площадка... Ну, естественно, у нас основная площадка это будет Александровский сад. Ну давайте еще по культурным мероприятиям давайте еще пройдемся, которые будут 13-го числа в Александровском саду. А вот какие диаспоры все-таки у нас будут участвовать? Все. У нас где-то заявлено, по-моему, на парад... Я раз... Вот коротко у меня есть цифры, мне специально подготовили статистику. Значит, вот на данный момент зарегистрировано 20 национальных коллективов в составе 110 человек. Вот это вот все вместе там, да. 67 иногородних гостей, вот 409 участников парада дружбы народов России в Кировской области. Это на данный момент еще вот полторы-две с половиной недели до фестиваля. У нас уже такие цифры. Растем, растем, да. Среди участников коллектива из Татрастана, Мариэл, Сыктывкара, Нижнего Новгорода, Москвы, Азербайджана. Ну и понятно, что из районов Кировской области, Уржун, Кельмесь, Вятские поляны, Слободской, Малмыш, село Ситазарево традиционно. Каждый год Удмурты приезжают на фестиваль. Вот поэтому мероприятие всероссийское, надо подчеркнуть. Она уже всероссийская, даже международная. Подчеркнули, из Азербайджана. Из Азербайджана, она международная у нас, да, получается. Получается так, да. У нас, Азербайджан, сказал, да, у нас будет дагестанцы. Вот я хотел, как бы, да, дагестанцы приедут тоже, да, из Дагестана. У нас даже в этом году будет индийцы, по-моему, да? Да, у нас будет представительный, носитель индийской культуры. У нас есть интересный индийский коллектив. И они живут в нашем городе? Да, они живут, и они очень активно, как бы, просятся и предложили свое участие. Мы вчера это обсуждали и решили, что, как бы, это вообще отличное. Это очень отличный народ. В этом году наш парад пересоединится к казакам. Тоже, это очень важно, потому что они тоже пойдут колоннами. А те, с кем мы встречали все равно в рамках нашей программы «Союз нерушимый», у нас ведь много кто был, Судан, Египет. Они все будут. Все будут. Китайцы. Китайцы. Китайцы, вот, у нас, к сожалению... У нас ведь большая группа учится, как бы, китайцы. С китайцами вопрос мы обоговаривали, многие уехали. Я вот лично этот вопрос тоже обсуждал. Это летние каникулы, они же будут. Вызвать срочно обязательства. Студенты, студенты, вот. Что это такое? Вы определитесь, да? Вы определитесь, вы тут или вы там вообще? Нет, если они нас слышат, пожалуйста, заявляйте, мы рады. Можно будет через студии «Эхо Москвы» напрямую там. Да, у нас есть сайт открыт, официальный сайт мероприятия «Национальный колорит» называется. На этом сайте у нас проходит регистрация и на фестиваль «Дружбы народов», и на парад «Дружбы народов» в каждом регионе. То есть, Вячеслав, мы обращаемся, ну, не только к китайцам, да? Да, в целом. Мы обращаемся ко всем, кто еще не представлен на нашем фестивале. В том числе, например, у нас есть отличные люди, граждане грузинской национальности. Они будут? Они будут? Впервые, кстати, впервые за три года фестиваля у нас участвуют. Видите, вот. А почему раньше не получилось? Ну, вот как-то так. Они очень скромные, стеснительные ребята, да. Нет, правда, правда. Скромные ребята, конечно. Как-то мало здесь, и сейчас уже, видимо, больше становится. На самом деле это так, да. Вот самый главный момент еще хочу. До мероприятия у нас не только сейчас, допустим, будет подготовка, скажем, фестиваля, парада «Дружба народов». До этого, 13-го числа, у нас масса мероприятий будет проходить в Казахстанской области в рамках проекта. То есть в течение вот этих двух недель? Да, вот 4-го числа мы тоже поддерживаем, в принципе, и активно участие принимаем в подготовке. Пройдет в Дворце юность, это в богатыри, да, там пройдет турнир, также при роте на нашем фестивале. Мы уже договорились там со всеми организаторами, судьями по дзюдо, и, наверное, сделаем еще турнир, скажем, по мини-футболу. У нас 5-го числа пройдет, скорее всего, пройдет в стадионе «Локомотив». Тоже жителей приглашаю. Но футбол-то традиционно. Традиционно, да. И кроме этого, я хочу сказать, что дополнительно у нас на площадке 13-го числа будет гировой спорт, и хотим, если получится договориться, еще будем проводить там ГТО «Дружба народов». Этого еще не проводили. Вопрос еще пока в процессе обсуждения, согласования. Посол ГТО-то в курсе? Скорее, да, конечно, в курсе. Да, мы со Светой об этом говорили. Нашу коллегу Светлану Удельную. Да, мы со Светой об этом говорили, но какая-то, насколько я знаю, площадка будет ГТО работать активно и на театральной площади, но мы решили, что в Александровском саду не может не быть площадки ГТО «Дружба народов». Вот, ГТО «Дружба народов». Поэтому будет ГТО «Дружба народов». Я хотел бы обратить внимание, что вот этот проект, вот ГТО «Дружба народов» и Кубок «Дружба народов» и площадка «Куреш» и национальных игр, мы объединили ее в некий один проект отдельный, называется «Спартакеада «Дружба народов». И в реализации этого проекта нам помогла администрация города Герва. Там был отдельный конкурс просто проектов. Мы вышли с этим проектом и победили. Поэтому, вот, собственно, теперь у нас есть тем оплачивать там аренду футбольного поля, аренду снаряжения спортивного и так далее. Ну, это очень важно, кстати, да. Мы раньше потратили свои личные средства, а сейчас уже благодаря администрации города Кирова здесь какая-то поддержка. То есть понимание, значит, находите. Ну, как-то так. Все больше и больше, да. Получается, но это все благодаря тому, что мы сплоченно здесь действуем. Что важно, да. Также я хотел обратить внимание, что у нас в этом году проходит всероссийская акция «Парада «Дружба народов». Да. Да. И к этому моменту у нас уже вместе с Кировом участвует 11 регионов в этой акции. Вот, в том числе Якутия, например. Ну, там, да. В том числе Калмыкия, в том числе Крым. Не так давно мы встречались, там вся страна. А-а-а. Разбросана по всей карте страны. То есть по лекалам нашей акции, нашего парада, вот сейчас будут проходить парады. А вы не успели запатентовать, так сказать? Все успели. Все успели, конечно. Все успели. Мы заранее все предвидим. А вы хотите свои провести? Нет, нет. Я хотел запатентовать, чтобы на этом заработать. Кстати, Вячеслав, татары-то как будут представлены? Татары где? В каком регионе? Самый главный татарин у нас. Самый главный татарин. Я не главный, у нас есть региональная автономия татар из Малмыжа. Собственно, мы сейчас, опять же, по согласованию с правительством Кировской области, организуем специальный трансфер, потому что региональная автономия татар находится в Малмыже. Они готовы принять участие, приехать, если будет соответствующий трансфер. Поэтому, насколько я знаю, мы уже получили согласование одобрения. Поэтому будет трансфер, и он поедет, там, из Вятских полян едет коллектив, то есть забирают из Малмыжа коллективы, потом у нас едет из Уржума коллективы, потом, значит, кемельские коллективы. Тоже татары? Нет, из Уржума едут морейцы. Из Уржума морейцы? Да, и в этом году у нас вообще такая тема. Три морейских автономии разных регионов и районов Кировской области заявились на участие в фестивале. Три разных морейских автономии. Удмурты активно очень участвуют. Первый раз, по-моему, приедет именно удмуртский коллектив из Удмуртии. В прошлом году Алла Ивасимовна приглашала еврейский коллектив из Удмуртии, насколько я помню. В этом году приедет удмуртский коллектив из Удмуртии. У вас в этом году тоже коллектив приедет? Возможно. Алла Ивасимовна, а вы что будете на фестивале, что презентовать? Петь, танцевать. Показать свою культуру. Как обычно. Национальный костюм. А что будете петь? Хаванагилу, конечно же. Готовьтесь. Национальные песни на иврите и на идыш. Вот, как обычно. Петь у нас будут дети, взрослые. Танцевать будут и дети, и взрослые тоже. В общем-то, как обычно. Вот. Не знаю, что еще. У нас время рекламы подошло. Давайте прервемся и скоро продолжим. Союз нерушимый. Сегодня в программе мы говорим о фестивале Дружбы народов вместе с Вяткой, который состоится, еще раз повторю, 13 июня, в понедельник. Практически две недели остается. Передо мной сейчас программа. Кое-чем мы не успели сказать. Мы еще не успели сказать про показ национальных свадеб в этом году. Да, у нас есть такая тема. В прошлом году первый раз она запущена была. Кстати, самый первый, вообще, впервые, мы еще с самого начала говорили об этом с начальником управления культуры Мариной Александровной Исуповой. С самого первого фестиваля мы хотели запустить. Такая была классная идея. Всем хотелось посмотреть, но не смогли в первый год технически просто это вытянуть, и финансирования недостаточно было. И в прошлом году мы это сделали. Там на базе центральной ротонды ведущий был Роман Мамедов. Великолепно. Он справился с задачей. То есть, буквально на протяжении всего там мероприятия было огромное количество зрителей. Но на это. И разные диаспоры национальные показывали свои свадебные обряды. Как это на самом деле будет. Насколько я знаю, в этом году, во-первых, эта площадка точно будет, а во-вторых, насколько я знаю, в этом году там один из организаторов площадки, по сути, будет там жениться. Да? То есть, настоящий? Да. Но я повторюсь, наверное, я... То есть, он реально там будет у нас на фестивале. Была реальная свадьба. Да, реальная свадьба. А кто? Кто это? Ну вот приходите на фестиваль увидите. Это секрет. Это секрет. Приходите на фестиваль увидите. В прошлом году мы с семьей были как раз-то, в том числе, на этой площадке. Свадеб огромный интерес она вызвала, просто вот облеплено все это было. Я знаю, что там Никита Юрьевича, он нашел какой-то холмик, из которого смотрел, потому что подойти было невозможно. Да, 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 это правда. Ну вы бы хоть не терзали первых лиц региона. А что мы сделаем, если мы не подожгли? Наоборот, предоставили возможность хорошо видеть. Это же дружба. Дружба же. Вот, поэтому в этом году обязательно, к тому же в этом году центральная ротонда уже, в отличие от прошлого года, отремонтирована. И этот вот задник, этот вид, он теперь красивый, там можно фотографироваться. И вот, ну, примерно такая история. Поэтому ждем всех. Значит, площадка эта, центральная ротонда. Рядом с ней будет показ обрядов, свадебных обрядов разных национальностей. Все участники или по желанию будут показывать? Нет, у нас нет обязаловки, значит, кто хочет, тот показывает. Вот такая история. Скажите, а музыкальные будут номера там какие-то, вот прямо там в Александровском? Ну, прямо на главной сцене. Прямо на главной сцене. Прямо на главной сцене. С 11 часов, с 11 у нас открытие официальное. То есть где-то в полдвенадцатого, там, без пятнадцати двенадцать начинается большая, широкая концертная программа в составе участников разных коллективов. Ну, коллективы будут выходить друг за другом. Отлично. Это хорошо. Можно будет любую культуру там посмотреть. Великолепные были в прошлом году коллективы, в этом году тоже будут. В этом году еще лучше будет, потому что в этом году у нас больше заявителей, в этом году у нас дополнительная аллея чая прибавляется, в этом году у нас, как слова... Вы все сразу не прибавляйте, а то в следующем году, смотрите, нечего... Не, найдем. Много что есть у нас. Я думаю, что нюансов еще много, что можно еще представлять и открывать. Один маленький нюанс. В этом году мы в самой творческой программе запланировали такой интересный ход. Будет отдельный фэйшн, так сказать, такая тема фэйшн сейчас модная. Такой будет фэйшн-показ национальной одежды. У нас есть швей-мастерицы от Илье, которые отшивают разные костюмы для разных национальностей. И поэтому отдельно вот этот фэйшн-показ будет представлен. А я хочу спросить тогда сразу, а можно прямо вот этим отдельным мастерам сразу заказать? А вот вы там приходите, мастера там будут присутствовать и участвовать, и там, ну, все равно, немного подправлять моделей, там, выход. Вы прямо там сможете с ним познакомиться. Это все одежда касается, да? Да. У меня просто созрело сейчас предложение. Мне, например, было интересно посмотреть, ну, как это называется, ремесло, да? Вот, например, ну, вот русские могли бы там, не знаю, гончарное искусство или... А у нас будет отдельная площадка, она называется «Национальный колорит». И эта площадка, она как раз там же, на Центральной аллее. Да, на Центральной аллее. Ну, если вот, смотрите, праздник плова у нас, значит, разместится на пионерском проезде. Это вот пионерский проезд. Вы можете заранее эту карту опубликовать? Конечно. Она уже вообще так-то готова полностью. Мы сейчас просто ждем официального согласования и распоряжения главы города. Чтобы любой мог сразу зайти и сразу сориентироваться, чтобы не на месте пришел, там начал искать. А заранее... Традиционно... Маршрут такой там проложил и пошел. Как и в прошлом, как и в позапрошлом году, у нас на каждом входе на мероприятие будет... А большая в интернете заранее? Двухметровая, двухметровая навигационная защит-карта. В интернете, естественно. У нас есть официальная группа мероприятия. Группа называется «Национальный колорит». Вот, в ней выкладываются все самые свежие новости мероприятия. Так, это сайт или группа ВКонтакте? Группа в Фейсбуке. В Фейсбуке, ВКонтакте. Да, ВКонтакте есть фестиваль «Дружба народов» вместе. Ну и вот вижу, есть еще группа «Парад Дружбы народов». Парад — это отдельная история, все-таки тут всероссийская акция. И на сайте мы разместим, вернее, предложим разместить на сайте и общественные палаты. Где вам удобнее прочитать? Скажите, там и разместим. Скажите прямо сейчас. Ну, на сайте администрации города Кирова, например. Мы попросим их обязательно, как минимум, управление культурой, администрацией города Кирова. И пусть область тоже разместит, почему нет? И пусть область тоже разместит. Конечно. Да. Это же для людей. И мы отдельно попросим нашего уважаемого губернатора Кировской области репостнуть у себя в Твиттере, понимаете, да? Абсолютно. Вот правильный подход. Сколько там, несколько тысяч, да? Ну, почему бы и нет? Сразу бы узнаю. А вот еще я смотрю конкурс «Чтецов Корана» еще запланировал. Ну, как бы не какой-то там праздник «Чтецов Корана». То есть вот в прошлый год мы пришли к тому, что отдельно есть такое мероприятие, оно в разных регионах проходит. И в этом году мы тоже решили это сделать. Естественно, делается это все полностью с приорганизационной поддержкой и силами мечети. Отдельное мероприятие проходит в самой мечети в этот день, там, и заранее будет проходить. Итоги и финал. Финалисты будут награждены на сцене мероприятия на фестивале. Очень важный, на мой взгляд, это то, чтобы за неделю проходить Кубок Дружбы Народов, футбольный матч. Вот сейчас уже все активно к нему готовятся. Собирают команды. Вот. И это такое большое двухдневное мероприятие. Поэтому, опять же, это тоже повод заявиться. Стадион Прометей. Стадион Прометей. То есть, туда вход будет свободен болельщикам? Это будет тоже с 9 утра? Это будет 5 числа. 5 числа. 4 у нас суббота, 5 воскресенье, да? Да. 4 у нас будет в Дворце Юнность. Проводится дедо. Так что приходите. 5 футбол. Вот. И все, берем отпуск. На тело месяц. Ну, не могу еще не поинтересоваться детской составляющей праздника. Потому что, ну, в любовь к культуре детей и семье это главное. По замыслу наших режиссеров. Большая часть творческой программы будет состоять именно из детских номеров. То есть, дети будут выступать? Да. Непосредственных участия. Нет, я имею в виду развлечения. А в прошлом году ведь то же самое. И в Куроше принимали участие дети. И танцевальные были номера. И, по-моему, певческие там. В этом году наш уважаемый главный, значит, судья, который, собственно, занимается площадкой Курэш, он предложил, значит, разделить любителей от профессионалов, отделить, чтобы все, так сказать, могли побороться, расширить круг участников борьбы. Вот. Ну, любители, соответственно, там все, кто, все, кто может, не может. А профессионалы все-таки вот. Если в Шель-Нур привозят батыра, то... Но мы тут говорим про борьбу Курэш. Без женщин. Мужчин имеем только в виду. Курэш, да. Курэш, да. Там можно женскую площадку организовать отдельно, пожалуйста, там, пусть поборются. Мы найдем судью тоже. Вот примерно такой расклад нас ожидает 13 июня и до 13 июня. Вот приходите, мы будем, собственно, всех очень ждать. Вот тянет меня все-таки как-то еще в гастрономию. Праздник плова национальной кухни, да, официально называется? Да. Да, вот как раз гастрономическая составляющая. Вкусно будет? Вкусно будет? Нет, сначала кто, какие? Много вкусно будет. Кто представляет? Кто представляет? Традиционно представляет этот праздник плова все, кто умеет готовить рис. Вот так я бы сказал. Праздник не только плова. Будет азербайджанский плов. Праздник риса, скажем так, что связано с рисовой продукцией, что приготовляется, да, с рисом. Можно, там, вот, то есть, ши приготовить, тоже рисовая продукция, скажем так. Щи? Да. Рисовые щи, а что-то... Ну, а как еще с риса готовиться? Или же рисовые, там, скажем, пирожки, пожалуйста, что связано с рисом. Да, почему бы нет? Даже национальная кухня. Ну, конечно, будет и азербайджанский плов, и узбекский, и таджикский. Естественно, все эти блюда будут представлены. И не только именно блюда из риса, то есть, это праздник называется праздник плова национальной кухни, запятая национальной кухни. Поэтому вот Алла Иосина представит свою кухню. Плова и национальная. Да, 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 да. Поэтому не только плова. Все-таки мы здесь акцентируем внимание, конечно, на плове, потому что это некая... А когда надо? Может, надо пораньше прийти, чтобы все попробовать, пока никого нет? А когда у нас открывается праздник плова? Пока никого нет, быстро попробовать, чтобы в очереди не стояли. Мы вас можем в жюри записать. Ходить, пробовать, вся тяну. Потом самое... Если вы не рады будете, что ты в жюри записался? Да, да, да. Фаворитом становится. Да, да, да. Ну что делать? Участник праздника плова предложил... Да, значит, своего члена жюри. Да, да. Любимый вкус детства, да. Нет, я знаю, что Алис Ильич очень объективный человек. Если азербайджанский плов будет невкусный, он скажет, что это невкусно. Понимаете? Если вкусно, значит он вкусно. Я буду самым строгим как раз для азербайджанского плова. Да, он же как раз знает. То, в чем я хорошо разбираю. А может, как на Евровидении, вы не будете азербайджанский вообще оценивать? Вот так вот. Как скажете, как скажете. Вы, главное, дайте мне покушать. А надо ли оценить, я подумаю. Слушайте, а вот мне еще интересно. Ну, безусловно, мероприятие будет яркое, насыщенное. После того, как оно завершится, некий разбор полетов обычно проводите, да? Как вот оцениваете, удалось, не удалось? Сразу после мероприятия. Сразу садимся в кафе. Значит, начинается отдельный праздник аллеи чая и национальных напитков. Отдельная аллея. Вечером. Вечером, да. И в составе этой аллеи, так сказать, уже все проходит обсуждение в дружественной атмосфере и обстановке. Кстати, по поводу плова, я понял, на что Володя намекает. Он же как раз и говорил, что, понимаете, Владимир, мы приглашаем вас в жюри праздника плова. В жюри, да. Я понял, блядя, он вернулся к этой теме два раза. Слушай, может и мне еще раз вернуться, и меня официально вернуться. Мы уже пригласили, пожалуйста. Да. Везем. Так что, соглашайся. А почему бы и нет? Почему бы и нет? Очень хорошо. Кстати, потом власти города, области, они тоже участвуют в процессе обсуждения? Как это все прошло? Своё мнение высказывают? У нас есть официальный состав оргкомитета. В этом оргкомитете мы уже потом подводим какие-то итоги. Конечно, очень важны и показатели, и цифры, и ощущения общие, и риторика, которую ваши коллеги-журналисты высказывают потом в новостях, в сюжетах. Всё это важно, всё это складывается в некую единую общую картину, которая, собственно, потом и формирует отношение к теме многонациональной нашего региона. Поэтому всё это важно. Поэтому, конечно, каждая мелочь, каждая деталь для нас имеет большое значение. Поэтому, Владимир, приходите в жюри праздника Плова. На самом деле можно отчёты подводить, но основное настроение, с которым люди покидают или хотят ли вообще покидать эту площадку. В прошлом году мне не нужно было ничьих риторик и так далее. Это было видно. Просто идёшь, смотришь и понимаешь. Да, с таким настроением люди ходят по мероприятиям, какими глазами дети на всё это смотрят, и как они с неохотой покидают, а потом ещё звонят. Мне тоже, кстати, я не членорком, где-то было много звонков, потому что как было здорово там и так далее. Вообще, отличнейший праздник, который ребята организовывают, и вот это самое главное. Надеемся, в этом году ещё ярче будет. Как Слава сказал, на самом деле, в прошлом году после мероприятия мы сразу даже домой не поехали. Поехали, сели, обсуждали, выводы делали. Там просто осталось слишком много плова, видимо. Доедали, доедали. Просто его не осталось. Вот в этом суть. Когда я в три часа подошёл к этому. Хотел плова, поехал. Мне сказали, что его уже нет. А тогда нужен отдельный казан для оргкомитета. Он был. Он был, он тоже закончился. Он тоже закончился. Участники покушали. Алла Йосина обещала нас отдельно покормить. Так что будем... А, кстати, я вспомнил в прошлом году, мы идём с семьей, я вижу, подходят люди к казану и сами накладывают. Я думаю, о, можно подойти, наложить. Я что-то встал в очередь, а потом понимаю. Так это... Это, наверное, для участников. Это отдельный плов. Постоял, постоянно тихонечко ретировался. А потом встретил Эльнура, который уже пловом-то и угостил. А теперь ты будешь с Бэджем член жюри. Так что... Не просто в очередь. Ты будешь говорить, так, отошли тут отсюда. Сейчас я оценивать буду. Эй, раз. А я за тобой буду рядом. Ты мне тоже раз. Ну что, последние несколько секунд у нас. Приглашайте. Приглашайте. 13 июня. Фестиваль Дружбы Народов. Вместе. Вятка. В третий раз. Приглашаем вас. Александровский сад. Ну и, естественно, начинаем мы с парада Дружбы Народов. С перекресток улиц Володарского и Московской. В 10 утра по состоянию. Приходите все. В национальной одежде. Или просто так. Приходите посмотреть. Или встать в колонну в шествие под флаги, которые вам знакомы. Которые вы любите. Приходите. Посмотрите. Давайте дружить. Да, я это приглашение поддержу. И обращу внимание. И подчеркну, что это вместе вятка. И действительно, может быть, и нужно, если есть, и есть желание, и настроение, одеть свою национальную, русскую, украинскую, белорусскую, какую угодно, азербайджанскую. И встать сюда, действительно, под флаги. Потому что это праздник. Это праздник. И то, что вы оденете, это будет вашим настроением. Это праздник общенародный праздник уже. Вместе вятка. Вот что это такое. Завершаем на этом передаче. Вам на Союз Нерушимый. Спасибо нашим гостям. Иван Нургусейнов, Вячеслав Тихонов, Алла Новикова, Азиз Агаев. Владимир Светанин. Всем спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Союз Нерушимый.